Час дня на Дону 103,9 в Орловском районе Большой информационный час Мы начинаем Большой информационный час У микрофона Инна Панфилова За звукорежиссерским пультом Иван Сягин Здравствуйте Проанонсирую коротко этот час Через несколько минут говорить будем О главном новогоднем дереве Где, когда и почем будут в этом году елочки А также о защите леса Во второй половине часа вы услышите интервью в записи О российских пранкерах Это Лексус и Вован Они известны тем, что разыграли по телефону таких випов Как Петр Порошенко, Элтон Джон Александр Лукашенко, Филипп Киркоров Кинодианищенко и других Как и главное, зачем они разыгрывают других людей Расскажут о них во второй половине часа А мы работаем в прямом эфире Телефон 200, ровно 2519 Нас можно не только слышать На FM, на данную видеть трансляцию На сайте Дон24, а также писать сообщение В WhatsApp Номер 938-165-107 Итак, я представляю наших гостей Это Татьяна Савицкая, заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области И Максим Волошин, начальник отдела государственного лесного надзора И государственного поджарного надзора В лесах Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Здравствуйте, Максим Александрович Добрый день Татьяна Шотовна к нам буквально через несколько минут присоединится Поговорим пока с вами Говорим сегодня на очень актуальную тему И хотя новогоднего настроения пока нет Погода нам его еще не дарит Сегодня утром буквально шел дождь Тема защиты леса уже как нельзя актуальна Многих интересует где, когда и почем Можно будет в этом году купить домой елочку Максим Александрович Насколько актуальна тема защиты леса сегодня? Сначала надо сказать о том Что леса в Ростовской области Это небольшая часть нашей территории Составляют они всего 2,4% Занимают нашей территории И все эти леса являются защитными лесными насаждениями Рубки этих лесов запрещены Поэтому, безусловно, охрана этих насаждений Выходит на первый план Тем более, что 2017 год в Российской Федерации Объявлен годом экологии Вот в этой связи Нами и проводится работа По патрулированию лесов С целью выявления нарушений И привлечения нарушителей к ответственности Ну и другие проверочные мероприятия Максим Александрович А какие леса в Ростовской области? Как много хвойных? Те, о которых мы сегодня говорим? В Ростовской области Хвойные леса Это порядка 30% от тех, которые есть Общая площадь, покрытая лесами В Ростовской области Порядка 240 тысяч гектаров Как я уже сказал, это довольно мало Если по всей России у нас 46% территории занято лесами То в Ростовской области Чуть более 2% Преобладающая порода Хвойных насаждений Это сосна Если говорить о лиственных То там дуб у нас преобладает Ну и как я уже сказал Хвойные насаждения Это только 30% От всех насаждений Ростовской области Сегодня мы как раз О хвойных И поговорим подробнее Мы о них в принципе Все время говорим О защите леса Летом От пожаров Как защитить лес от пожара Сегодня мы говорим О том, как защитить от людей От браконьеров Правильно? Сегодня актуальна тема браконьерства Уже в принципе декабрь стартовал Но снега нет Может быть новогоднего настроения У людей нет И поэтому лес в целости и сохранности Ну лес в целости и сохранности Потому что его охраняют В первую очередь К сожалению У нас достаточно много людей Желающих обогатиться На новом году В том числе При продаже Незаконно заготовленных елок И чтобы убрать этот фактор В Ростовской области Существует Государственный лесной надзор Инспектора Это более 140 человек На территории области Осуществляют Ежедневное патрулирование лесов Как раз таки С целью выявления Случаев незаконной Рубки лесных насаждений Кроме того Под Новый год Мы усиливаем надзор Именно за хвойными насаждениями Добавляем Новые маршруты патрулирования Добавляем кратность Их прохождения В патрулировании Участвуют у нас Казачество Муниципальные казачьи дружины И органы внутренних дел Полиции Мы с ними тесно взаимодействуем Они нам здесь очень помогают Вот состав сил Которые занимаются Охраной леса Именно от незаконной рубки Чтобы понять Какая ситуация в лесу Сегодня я предлагаю Поговорить с одним из лесников Который сейчас на связи Он находится в лесу И расскажет нам подробно Какая у них там ситуация Это охотников Денис Сергеевич Денис Сергеевич Немножко тише Сделайте радиоприемник Немножко отойдите от него Пожалуйста С телефоном Денис Сергеевич Здравствуйте Здравствуйте Расскажите Какая ситуация у вас в лесу Есть ли случаи вырубки Уже сегодня Да Конечно У нас уже зафиксированы Незаконные вырубки Молодых деревьев Снепринской Буквально вчера Сожжение Проводилось патрулирование Государственными лесными инспекторами И сотрудниками ОВД Белокалитинского района Было задержано Газель Недалеко Возле леса Полная елки Проводится сейчас Оперативное Следственное мероприятие По выявлению Нарушителей И причины Их к уголовной ответственности Штраф на данный момент Уже посчитан Составляет 493 тысячи рублей Денис Сергеевич Вы наверное не первый год работаете Когда Ожидаете Трех случаев Я вам скажу честно Что Каждый год Нарушители Действуют все раньше И раньше Если раньше Они действовали С 1 ноября То сейчас Уже действуют С 15 А то и С 16 октября Активизируются И в ранние сроки Когда Как говорится Уделяется Не важно Молодая Сосна Ну охране И вот приходится Нам тоже Как-то начинать Дежурить более ранее Как бы предотвращать Эти незаконные Все рубки Ущерб Вы сказали Уже подсчитан А какой ущерб Природе нанесен Непосредственно Если считать За 2017 год Именно По рубке Молодых сосен То уже Более полумиллиона Составлен ущерб Природе нашей Как сложно Вырастить елочку Елочка Очень кропотливая Сложно вырастить В наших сейчас Условиях Скажем так Что очень засушливое Лето Не дает Расти молодым Сосенкам В основном Это занимает От 5 до 10 лет Чтобы выросла Молодая Такая более Елочка Подтянутая Спасибо вам Большое Денис Сергеевич Спасибо Вам большое Спасибо До свидания Я напоминаю Что у нас на связи Был охотников Денис Сергеевич Специалист Первой категории Каменского Межрайонного отдела Управления Развития лесного Хозяйства Вот такая ситуация В Каменском лесу Максим Александрович А если в целом Поговорить В Ростовской области Как много таких Случаев было О котором рассказал В целом По Ростовской области У нас как раз таки Основные рубки В Каменске Поэтому Вот то что Озвучил Денис Сергеевич То мы и получили По всему лесному фонду В настоящее время У нас три случая Незаконной рубки Вот последний случай Один Даже наиболее крупный К сожалению Выявлен он был Уже По После рубки Да Не в момент рубки Не до нее Но Это очень сложный процесс Поэтому Хорошо Что хотя бы здесь взяли Незаконных рубщиков И Безусловно Они понесут Ответственность Выплатят ущерб Там грозит Серьезная ответственность За Незаконную рубку Предусмотрена Уголовная ответственность До Лишения Свободы До двух лет Плюс Выплата ущерба Плюс Наложение Штрафа Имеет значение Сколько Срубили деревьев Или же Даже одно дерево Это уже Наказание Значение Имеет Конечно От этого И зависит Сумма ущерба А от суммы ущерба Зависит Тяжесть Наказания То есть Если это Одна елочка То Может И ограничиться Административным Правонарушением Где штраф Немного ниже Но Когда уже Так массово Рубят Что забивают Сю машину Деревьями То безусловно Это уголовная Ответственность От двух Елей Это уже Можно гарантированно Говорить Об уголовной Ответственности Если Если Поговорить О деревьях Заготовленных К новому году Достаточно Или Количество Заготовили И что Это за деревья Ну Тут сложно Сказать Достаточно Или нет В ростовской Области На рынке Представлены Деревья Не только Заготовленные На территории Нашей области И даже В основном Заготовленные На прилегающих Территориях Прилегающих Субъектов Импортные Деревья У нас Заготовка Древесины Заготовка Елей Она регулируется Нашими Лесными Планами И Только В рамках Вот этих Документов Проводятся Объемы Работы Не более Поэтому Вот Сколько Прошли Сколько Получили Все будет Реализовано В прошлом году Сколько Понадобилось Есть ли такая Информация В тех же Пределах Меняется Ли ситуация По количеству Я вам не могу Сказать Сколько Это Но Это Одни и Те же Пределы То есть Здесь Нет увеличения У нас Потому что Примерно Ежегодно Мы высаживаем Примерно Одинаковые Объемы Деревьев И Также Проводим Одинаковые Объемы Уходных Работ То есть Наша Сосна Ростовская Область Она Получается Не потому Что Она Новогодняя Ее необходимо Срубить Для продажи Она Получается В результате Ухода За лесом То есть Чтобы деревья Близко Посаженные Друг Не мешали Друг Расти Одно Из них К сожалению Приходится Рубить Вот оно И идет Собственно На рынок Покупать Его Можно Не переживая Лесу Не нанесен Ущерб Дерево Может Радовать Нас Подробнее О запросах Расскажет Татьяна Савицкая Заместитель Директора Департамента Потребительского Рынка Татьяна Шотовна Здравствуйте Добрый день Татьяна Шотовна Расскажите Какие же Предпочтения У жителей Ростовской Области Какие Деревья Сегодня Покупают У нас Уже Традиционно Область И сфера Потребительская Рынка Уже Готово Предприятие Готово К прием Гостей Нашего Региона На встречу Нового года И более того Все жители Донского Региона Чувствуют Наступление Праздника 2018 Нового года У нас Уже Видны Оформленные Витрины Магазинов Правда Видны Магазины Где Создается Новогоднее Настроение И конечно Одно Из Традиционно Скажем Так Настроенных На позитивные Покупку Ёлок Это у нас Первая Очередная Задача Всех Наших Людей Вот У нас Действует На территории Ростовской Области Традиционно 452 Ёлочных Базара Где Конечно Широкий Ассортимент Ёлок Это и Ростовская Область Представлена Воронеж Возят Много Ёлок Есть Импортные Ёлки Ёлки Есть Ёлки Сосны Все Хвойные Деревья В принципе На любой Вкус Представленность Хвойных Деревьев Настолько Широко Разнообразна Что Можно Говорить О ценовой Категории Здесь Есть Как От 500 Рублей И Выше И Конечно Есть Импортные Ёлочки Которые К нам Приезжают Это Датские Ёлки Норвежские Сосны Тут Конечно Ценовая Категория Несколько Выше На любой Вкус Представлены Ассортимент Наших Хвойных Деревьев Вот Все Ёлочные Базары У нас Соответственно Украшены Единственное Конечно Хотелось Отметить Чтобы Наши Потребители Обращали Внимание На то Где Покупать Ёлки Это Соответствующее Украшение Это Информация Об Организаторе Базара Где Естественно Будут Ёлки Которые Легально Следующим Законодательством Вот Так Ну Немножко Подробнее Если оценишь Чтобы сориентироваться Дороже Чем В прошлом Году Не дороже Сколько Будет Обычная Уровня От 500 Рублей Метр У нас Идет Сейчас В принципе Все Ёлочные Базары Они Организовывают Много Скажем Так Сервисных Услуг По Упаковке По Измерению Для Удобства Покупателей Ёлки Измеренные И Сценниками Стоят Ждут Своих Потребителей Если Это Ёлки Возны Они Несколько Конечно Дороже Предел На вкус Любой Вкус В принципе Вот Я смотрела Информацию В каждом Городе Рынки Открываются В свое Время У кого-то В середине Декабря Только Откроются Рыночные Базары У нас 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 Они уже Открываются Вовсю Уже Украшаются Есть Много Украшений С елочных Веток Которые Тоже Могут У нас Много Покупателей Которые Приобретают Сейчас Искусственные Ели В целях Сохранения Лесов Наших Но в то же Время Хочется Настроения Хочется Запаха Ёлки Есть Очень Много Украшений Сейчас Выбор Огромный В связи С этим Берут Веточки Для Запах Уже Идет Когда Активная Торговля Начинается Наверное Во многом Зависит От погоды От погодных Условий От выходных И праздничных Дней Для удобства Покупателей Многие Елочные Базары Работают Круглосуточно Поэтому В любой Момент Можно Приехать И приобрести Главную Виноницу Праздника Откуда Везут Сегодня Деревья В Ростовскую Область И Воронеж У нас Есть С разных Регионов И импортная Зачастую Сейчас стали Интересоваться Люди Такими вопросами Куда девать Их После того Что не продано И именно Легально Организованные Наши Елочные Базары Они Елку Сдают На Та Которая Не была Востребована Они сдают На переработку Либо в зоопарк На кормление То есть Эта елка Не пропадает Она используется В дальнейшем Это тоже Немаловажно И на сегодняшний день Население Это волнует И это хорошо Максим Александрович Наверное вопрос В том числе И к вам Что нужно учесть При покупке К вам тоже Татьяна Ашотовна При покупке Новогоднего дерева Какие-то Возможно Есть внешние Характеристики Как выбрать Дерево новогоднее Чтобы не подсунули Такую елочку Которая Через неделю Осыпется Ну Свежую Сосну Ее видно И так То есть Ощущение От нее Во-первых От нее запах Должен быть Приятный Хвойный Во-вторых Сама Хвоя Дерево Она должна быть Сочного цвета Она должна быть Сухой Ломкой Это можно Сразу увидеть Вот Собственно Все Выбирайте Красивое дерево И получайте Удовольствие А есть ли Определенные Рекомендации По установке Возможно В песок Возможно Чтобы было Сыро Или не сыро Или наоборот Сухо Нет Сушь Конечно Для дерева Не нужна Если Есть возможность Установить Действительно Ведро С мокрым Песком Украсить Его Как-нибудь Симпатично Это будет Лучшая Подставка Да Один из лучших Вариантов Татьяна Шотовна Что нужно учесть При покупке Дерева Что по дороге Домой Не накажут За елочку Что на них Обязательно Нужно проверить Чтобы не оказаться Соучастником Браконьеров В первую очередь Конечно Надо определиться С выбором Места Где приобретают Елку Это должно быть Елочный базар Где в обязательном порядке Установлен и организатор Ярмар Этой елочной Ярмарочки Либо это будет Базар Либо это будет Просто площадка Где есть ценник Где есть режим работы То есть легально Работающие наши Торговые площади Более того Никто не застрахован Ничего Поэтому хочется Обратить внимание Наших потребителей Если вдруг Ваши права В этой части Нарушены Необходимо Обращаться На горячую линию По защите Прав потребителей Хочу напомнить Телефон 301-0-103 Где вам окажут Консультативную помощь Это для того Чтобы не портить Себе праздник Если вернуться К ценам Кто и как Устанавливает Эти цены Это вопрос Нам пришел На ватсап На ватсап На сегодняшний день У нас рыночная экономика И цены На этот вид товара Конечно Государством Не регулируются Поэтому здесь Рыночно сложенная цена Рыночная цена Какую тенденцию Вы наблюдаете Меняется ли интерес К живым деревьям Больше или сегодня Спрашивают искусственные Или же нет Или же мы уже отходим От искусственных Красивых Но Абсолютно Неживых Елей Ну здесь Играют два фактора Роль С одной стороны Хочется Меньше Как я говорю Много людей Которые заботятся О лесах И с этой целью Приобретают Искусственные елки Но есть И те люди Которым Предпочтитель Традиционно Запах ели в доме И запах Живого дерева Поэтому Как обычно Разнообразно На вкус и цвет Здесь у нас Да Разносторонние Предпочтения Наших жителей В прошлом году Вот с Максимом Александровичем Мы тоже говорили На тему Была такая тенденция Деревья на прокат Или же Ёлочки Которые Продавались Уже в горшках Чтобы это дерево Можно было затем Высадить Или Оно за этот год Могло подрасти И снова радовать Кого-то Устоялась ли Эта тенденция Есть ли сегодня Такое Или же нет Да Сегодня такая Практика Существует Потому что Но там есть Некоторые Особенности По уходу И здесь Обязательно Надо обратить Внимание Потребители Когда приобретают Данную Скажем Данную услугу В живое дерево То здесь Надо однозначно Понимать Что его надо Заносить на какой-то Период Домой Потом выносить Обратно Это все В температурном режиме Чтобы елочка Не осыпалась И жила в грунте Уже далее Конечно Это интересная тематика На мой взгляд Для людей Которые имеют Частный дом Не в квартирах Это интересно Я напоминаю Что мы работаем В прямом эфире Телефон 200 Ровно 2519 Говорим сегодня О том Как правильно Выбрать домой Елочку О том Откуда Сегодня К нам Везут елочки Сколько они будут стоить Где их уже продают Мне подсказывают Что у нас есть Телефонный звонок Наденьте пожалуйста Наушники Здравствуйте Мы вас слушаем Алло Здравствуйте Я вот живу В Вешенском районе Вот В Вешенское Шолоховском Мне такой вопрос Интересует Интересно Вот Откуда Везут Сосны И по какой стоимости Покупают там Все эти предприниматели Вот например Стоит она там Где-нибудь Не знаю Где-то на севере Да Или где-то В этом же районе Например 100 рублей А у нас продают Ее в 100 раз дороже Вот какая цена Там При срубе Да И на сколько Поднимают цену И продавая уже здесь В городе И с чем связана Вот цена Вот эта разница Спасибо большое Вас как зовут Алёна Алёна А вы домой Уже купили елочку Нет Я только присматриваюсь Ну я всегда привыкла Ставить ее Чуть попозже А в прошлом году Вы покупали Сколько стоило вам Дерево Ну я уже перед самым Новым годом брала В этом году тоже планируете Да-да-да Обязательно планируем Сосну взять Спасибо вам большое Вот такой вопрос От слушателя Вопрос в принципе в том Как Из чего состоит стоимость Почему она может Может ли она быть разной В Вешенском районе У нас И Из-за чего Почему собственно говоря Я уже обращала на это внимание Что у нас цена рыночная На елке складывается Она складывается Из нескольких факторов Это естественно Цену которую сам Производитель елок Предлагает Это услуги доставки Ее хранения Ее установки И Тут конечно сложно сказать Из чего еще Она может быть складывается И первичную цену Это Именно Мы не отслеживаем Как департамент Подобедского рынка Мы говорим только О розничной цене И Не более того Ну и наверное Такой в принципе Завершающий вопрос Ставите ли вы Дома елку Какую Когда Где ее приобретаете Наверное с вас Начнем Татьяна Шотовна Да у меня Сын настаивает Традиционно На елке Настоящей Мы ее приобретаем Недалеко Дома у нас Есть площадка И Всем желаю И для себя Превращаю Приобретение в елке В некий праздник Это все-таки ритуал Традиционный Где можно походить Они настолько у нас Сейчас красивые И всем хочу пожелать Удачных покупок И елок В том числе Хорошего новогоднего настроения И пусть ваша елочка Будет самой красивой Максим Александрович Может быть у вас Есть креативные Какие-то идеи Нет Я тут абсолютно согласен Я сторонник Вот такого Классического подхода То есть Запах ели Детский смех Игрушки Свечи Новогоднее настроение Ну может быть Есть пожелания Нашим слушателям Пожелания С наступающим Новым годом Приобретайте Законно заготовленные Деревья Будьте счастливы Татьяна Шотовна Хорошего нового года Приобретайте Не только законно Изготовленные Но и законно Проданные деревья Я благодарю вас За эфир Благодарю за полезную Беседу Напоминаю Что мы говорили О том Где уже сегодня Можно купить Елочки Напомнили О незаконной вырубке А также Почем они в этом году Будут стоить И нашими гостями Стали Татьяна Савицкая Заместитель директора Департамента Потребительского рынка Ростовской области Максим Волошин Начальник отдела Государственного лесного надзора И Государственного пожарного надзора В лесах Министерства природных ресурсов Экологии Ростовской области У микрофона была я Инна Панфилова Эй, друг Помнишь дом Там было тепло Танго и рок-н-ролл Летели в окно ФМ на дону Еще по ночам Не раз и не два Друзья снятся нам Это значит победа и вам Время неизбежно И бороться с ним не нужно Если есть на свете Наша искренняя дружба Сколько мы с тобой прошли Что еще нас ждет на пути ФМ на дону Пусть говорят, что дружбы женской не бывает Пускай болтают Но я-то знаю Что мы с тобою ни на что не променяем Сердечной дружбой